А вот теперь мои, так сказать, советы и даже рекомендации будут Сергеем Матвиенко на его голод. Длительное голодание – это очень серьезное мероприятие, можно так сказать, растянутое во времени, которое требует всего. Требует знания, умения, подготовки, настройки, выделения времени и так далее. Ничего этого не было сделано и вот, как бы сказать, ну, короче, вот в этом всем вы поняли меня. Итак, поэтому, где-то сколько там, 45 суток, вроде как проголодал, Сергей пишет. Ну, ладно, там проголодал. При этом, да, при этом, знаете, вот, когда человек в первый раз что-то делает и заходит в такие дебри, такие дебри, то получается примерно то, что получилось. Но начнем сначала. Вот когда человек неподготовленный, незнающий, он думает, вот я тут, или там прочитал, знаете, поверхность на что-то, но никогда не голодал. Ну, вот я начну голодать и, как бы сказать, в его сознании голодание примерно представляется как процесс, ну, просто-напросто человек не ест и все, и организм как-то там перестраивается, что-то делается и так далее. То есть, он не понимает, что на первом этапе ему придется бороться с чувством голода, который надо подавить волевым усилием. Это процесс тренируемым. Ну, ладно, да, вошел в голодание. Далее, начинает разворачиваться сам процесс. Голодание уходит аж с желудочно-кишечного тракта на уровень клеток. Клетки нашего организма никогда не голодают. Они постоянно едят. Не ест только наш, вот этот вот пищеварительный тракт. Все остальные клетки постоянно питаются. То есть, разворачивается механизм, чтобы клетки питались вот таким вот образом, без участия пищеварительного тракта. Тогда разворачиваются особые процессы, это я там описал на основании тех же научных данных, то есть, сейчас ученых исследовало эти процессы, описало и так далее. Ага, значит, вошли и начинается. У человека, который начал голодать, ну, в данном случае сырье, у него имелись... Почему он начал голодать? Потому что у него сложилась такая обстановка со своим собственным здоровьем, что ему уже стало очень неудобно жить в своем теле. То-то не работает, то-то болит, то-пятое, то-десятое и так далее, так далее, так далее. И вот, я так понимаю, когда начал голодать, у него возникли мысли, что все это как-то, знаете, вот так вот исчезнет, само собой, без всяких там каких-то болевых ощущений. Оказывается, оказывается. Вот когда начинается голодание и какие-то там серьезные вещи, то разворачиваются процессы, которые проявляют себя в виде боли, указывающие, что сейчас вот здесь началась работа, грубо говоря, в желудке, сейчас вот там где-то там, допустим, в районе печени, сейчас еще там где-то разлазишься, еще там. То есть будут идти вот такие вещи. Что-то должно рассосаться и выводиться вон. Процесс рассасывания внутри организма. Он требует времени. Он не за день, не за два, не за неделю. Он требует месяца, если не больше, для того, чтобы какие-то спайки рассасались, какие-то там эти самые инфекционные образования, которые закапсулировались. И они должны выйти. Да много и чего. И все это, естественно, выражается в виде того или иного неудобства, которое на голоде надо проходить. Либо же, если бы начать, допустим, там просто-напросто с простого очищения, можно было мягко подготовиться к голоданию. И не обязательно там, вот если взять того же Поля Брега, то он там голодал не более скольки там, трех, четырех недель где-то. Двадцать дней, двадцать восемь суток, это самые длинные. А в основном уходился неделя-две, неделя-две и так далее. И регулярно этим. То есть расшлаковать можно постепенно, без каких-то эксцессов. И организм, наконец-таки набравший сил, через некоторое время у него выкинул из себя жижу. Черную жижу. И после этого сам он пишет, что началось вот такое вот оздоровление, просто, если человек раньше чувствовал себя просто здоровым, то теперь он понял, а насколько он может быть еще здоровее. То есть суперздоровее. когда огромное количество энергии найти вот этого, какого-то такого интересного потенциала жизненного, что тебе все хорошо, все удается, ты прешь им все, ну как я сейчас. Вот. Это одно. А когда тут начинается, знаете, решаться, вот эти все вещи начинают решаться, это очень тяжело. И если человек никогда не голодал, ему это и непонятно, что с ним происходит. Почему с ним это происходит. И я вижу, что сил нету, воля там, когда сил нету, и воля там на минимуме, да, все это там-то такое. Знаний там нету тоже никаких. Просто-напросто надо выходить, пока не случилось что-то более серьезное. В плане чего, что человек от страха, от еще чего-то, обращается, грубо говоря, вот я тут голодаю, вот мне плохо, вот это. Они начинают со своих, так сказать, позиций выводить этого человека и ругают и его, и голод, и всех вокруг, кто голод и по-своему. И неизвестно, что во время этого выведения еще получится. Вот поэтому, поэтому предложено было выходить. Выходить и так, как, смотрите, процессы на голоде, как-никак, 45 суток и так далее. Идут сейчас из организма, организм пытается от всего освободиться, он пытается, там, жизненная сила работает на то, чтобы какие-то функции выпрямить, сил нету, процесс выведения идет на всю мощь. Мы начинаем выходить из организма, мы начинаем вводить пищу. Если мы введем сразу для нашего понимания, даже, грубо говоря, стакан кефира, для организма это окажется огромное количество пищи, которой он не готов. Желудочно-кишечный тракт отключен и он не может запуститься, чтобы ее переработать. Вот эта еда превращается в яд. Ее уже надо выводить из организма. Получается, организм свои там шлаки все эти выводит. И вдобавок, вот эту еще еду он должен вывести. Из-за этого он просто может остановиться, подняться температура и прочее, 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 прочее вещи произойти. Плод до летального исхода. А что? Да полный, полный случаев. Начали выходить, там, допустим, даже, я уже не помню, там, то ли после трех недельного голодания, наели шоколадных конфет, и все. Человека не стало. То есть здесь должна быть подготовка изучения своего организма, о котором я как раз в школе лечебного голодания и рассказываю. Вы должны изучить свой организм на вход, на проведение, на выход. Здесь же ничего нету. Ничего нету. И поэтому вот эти все такие вещи. Ну, давайте, давайте теперь вот почитаем, и я буду комментировать. Поэтому дается дозы, столовая ложка, что по крайней мере, это, если даже организм ее не переварит, это было минимальным количеством, допустим, яда, который поступил в организм. Очень хорошо, значит, что там, вот опять-таки, я говорю простоквашу. Взяли там на рынке этого молока, сделали там простоквашу. Но опять-таки человек не может организовать свой собственный улад. Это очень серьезное мероприятие, от которого зависит ваша дальнейшая жизнь. Вот та женщина, которая 67 суток проголодала, вот она поступила правильно, уединилась, и там все решала свои проблемы, взяв, взяв, будем говорить, ответственность на себя. Тут этого нету, просто-напросто нету. А вопросов огромное количество возникает. Вот, ну ладно. Поэтому процессы сейчас голодания, еще они, знаете, будут затухать, если вот так мы будем выходить буквально-таки по столовой ложке или там по 50 грамм там выпивать сока тыквенного, очень хорошо бы выпивать медленно, морковного отдельно сока выпивать и отдельно значит там по одной столовой ложке простокваши домашней, то мы процессы голодания еще продлим, они еще там будут работать, и организм будет постепенно выходить и так сказать настраиваться на пищевой режим. Это важно понимать. нежели если сейчас вот что-то там съесть и все знаете, как костер завалить сырыми дровами. То есть если немножечко подбросить дров, они высохнут и дальше горят и пламя разгорается. А если много сырых дров, он погаснет. И так вот это такая предварительная была как бы сказать вступительная часть, чтобы Сергей и другие понимали, что, почему тут вот так вот происходит, почему вот так вот надо выходить, а не иначе. Хотя можете иначе, но что с вами будет, я примерно сказал. Итак, теперь читаем, отчет за 12 декабря, ночь выдалась чрезвычайно тяжелая, почти бессонная, к утру стало полегче. тяжелая, тяжелая все это, бессонная. Все это тяжело дается, а не легко, что, грубо говоря, заснул, проснулся, голод идет, и ты оздоровился. Так, в 7 часов выпил 50 граммов морковного сока разбавленного, хорошо погонял его сквозь зубы и заснул. Хорошо, вот так и надо погонять и так далее. В 10 часов проснулся, выпил 50 граммов сока, опять заснул. Вот тут можно уже было выпить тыквенного сока. Это интересно. Бросало то в жар, то в холод, то в жар, то в холод. Вот это вот, когда идет, как бы сказать, от одного к другому, вот эти все вещи. И плюс еще, когда идет, знаете, вот, вы добрались до, как бы сказать, выковырчиво, выковырчевывание корней, семян этих самых заболеваний, они очень тяжело выходят. Они выходят через обострение. Это тоже важно понимать. Не просто так, вот раз у вас там исчезло и все. Нет, как правило, вот так вот. Болезнь имеет, помимо там, грубо говоря, физической природы, информационную, информация из вас выходит вот таким вот образом. Вот оттуда и бросают то в жар, то в холод. Организм борется, борется. В 12 часов проснулся, уже окончательно. На этот раз решил выпить ложку простокваши, хотя, конечно, она для организма тяжелее дается, чем сок. И пусть ее тошнит и мутит, но выпил. Опять-таки, эту ложку простокваши вы должны смаковать. Видите, одной ложки, не говоря уже, там полстакана, это уже, это уже, говорит, может настолько явиться, знаете, вот тормозом всего этого процесса и голодания, и восстановления, что тоже смаковать, смаковать. И знаете, вот почему смаковать надо? вот мы с вами берем, грубо говоря, пищу, укусили, да? Она имеет свою собственную, грубо говоря, материю, свою собственную информацию, свою собственную энергетику. И, как правило, как правило, все это не свойственно нашему организму. Так вот, для того, чтобы превратить вот это вот вещество, энергию, информацию свою, мы жуем, 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 и в итоге, грубо говоря, выделяем на, допустим, на столовую ложку этой простокваши, выделяем примерно пять столовых ложек слюны. То есть, это уже продукт становится нашим, он разбавлен нашей энергетикой, нашим веществом, нашей информацией, и организм его легче, легче усвоить. Это надо очень понимать, почему надо жевать, а не то, что только оп, проглотили, и все. Значит, в 17.00 выпил 50 грамм сока, в 19.00 50 грамм сока, в 21.00 ложка простокваши, в 23.00 планирую 50 грамм сока. Но здесь молодец, Сергей. Он выдерживает вот эти вот двухчасовые. это хорошо. И важно теперь еще написать, вот ты принимаешь через два часа, будем говорить, ну вот эту вот еду. Что ты чувствуешь? Возвращается там аппетит, не возвращается, либо ты тогда просто ешь. Если аппетит, ну это еще очень рано говорить, чтобы аппетит возвращался, чтобы чувство голода появлялось. ну вот когда вот это начнет потихонечку появляться, появляться, это говорит о том, что организм вот начал потихонечку перестраиваться на питание. А пока вы принимаете просто-напросто, вот как бы сказать, идут еще процессы голодания, идут процессы работы над разного рода там болячками и так далее. Что? Что происходит в вашем организме? Но тем не менее и пища более-менее. Так, дальше. Самочувствие сегодня лучше, чем вчера. Это уже хорошо. Начинаю сам прохаживаться. Видите? 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 Прохаживаться только. Это хорошо. Так, сегодня приготовил дочке отвар трав. вот если взять голод той женщины, которая голодала 67 суток, да? Она сама мать. Она поняла, если она не выкаривается, если она не восстановит свое собственное здоровье, те дети, которые у нее имеются, останется без матери. И поэтому, как говорится, хрен с ним, выделить какое-то время для капитальной борьбы. Для капитальной борьбы за себя, за свою семью, за своих детей и так далее. Дать бой. Вот она это поняла. В данном случае нет. Нет этого понятия, потому что там готовил, ухаживал и так далее. Если вас не станет, за ней некому будет ухаживать. Поэтому, поэтому, если вы решили сголодать, надо выделить время, для того, чтобы вы сделали эту работу на свое будущее, на будущее своей семьи, на процветание себя, семи детей и так далее. Хотя можно все это было решать простым очищением, изменением питания, привычек. они нырят, знаете, с головой у пучину, где плавают, знаете, это самое, разного рода рыбы, которые жрут, чтобы вас поглотить. Вот это примерно, вот такой голод, это вот связано с тем, что вы нырнули вот в эту глубину, не понимая, а что там водится. Ходил по дому, даже выходил на улицу, подвязал дрова и загнал машину в гараж. Хорошо. Что-то надо делать. Это важно и это правильно. То есть работа отвлекает и как-то все это дело легче идет. Да и надо, надо двигаться. Так, нос, нос дышит, если ходишь, если лежишь особенно на спине, то не дышит. так. А вот теперь тут, как я рассказывал до этого, тормозите свое дыхание. Тормозите. Я об этом много рассказывал. В результате у вас накапливается углекислота и ваши сопелки расширяются его дыхание нормально. Сделайте такой простой опыт. Выдохните, закройте нос. Вот вы плохо дышите, плохо дышите. Выдохнули, закрыли нос и вот сколько вы сможете протерпеть без дыхания. И потом медленно, плавно его открываете и вдыхаете. Еще разок сразу же выдохните, закройте нос и протерпите сколько вы можете выдержать без дыхания. И опять вдыхаете. вы сразу почувствуете уже буквально со второго, с третьего раза, как у вас расширяются носовые ходы, как у вас улучшается дыхание. И вот так надо сначала приучить себя тормозить, тормозить дыхание и в конце концов вы будете дышать нормально. Газиков сегодня меньше, да и часть из них стала уходить через кишечник. Ну процессы вот эти отгнивания. Вот откуда берутся газы? Газы берутся из-за того, что идут какие-то процессы брожения, разложения чего-то внутри вас. Чего-то. Возможно даже тех же каловых камней это все выходило через кишечник. Если у вас что-то через желудок выходит, то это говорит о том, что что-то в желудке нормализуется или там непорядок, что образуются эти газы. И вот это все выходит через желудок и так далее, и тому подобное. Ну меньше значит вот эти процессы сворачиваются. Но в желудке еще часть скапливается, хотя и меньше. Ну ладно. Важно, чтобы желудок восстановился. надо встать, походить, чтобы выгнать из желудка. Естественно, смотрите, у нас здесь существует вообще в желудке такой газовый пузырь. Газовый пузырь позволяет нам, когда мы съедим пищу, он давит и направляет ее вниз из желудка. Так вот, у нас тут пузырь, и если мы стоим, пузырь вот здесь вот, и давит на пищу, чтобы она вниз шла. Если мы легли, естественно, этот пузырь тут будем икать и так далее. Значит, продолжая читать целительные силы, оказывается, что у меня желчнокаменная болезнь, болезнь, да еще и возможно с хроническим гепатитом, на это не точно, значит, вы это самое читайте, но лишнее на себя не надо примерять, не надо лишнее применять. Ваша задача сейчас просто-напросто выходить. Жена начала дочку кормить кашами, это радует. А чем же она ее кормила? Вы знаете, все проблемы, которые возникают у детей, у детей возникают там, вот как раз мне здесь написало, что у трехлетнего ребенка горлышко значит там белое на гландах, что-то это собельки или еще там какая-нибудь ерунда. Вот значит какие там сколько керосина использует ребенку, чтобы вот это как бы сказать убрать. ну во-первых вы наладьте питание, вы же должны понимать, что вот эта слизь, вот это все, вот это воспаление идет от того, что идет неправильное питание. И вы будете с одной стороны керосином там одно там это само заливать, с другой стороны будете будем говорить как питались так и питались. И в итоге у вас ничего не получится. И ни керосин не поможет и так далее. Поэтому разбирайтесь с питанием. Я насчет питания огромную работу посвятил для того, чтобы самому себе узнать как питаться, для того, чтобы нормально было. Потому что питание строит наше физическое тело. Если вы не знаете как питаться, значит вы построите не то, что надо и получите какую-то ерунду. Так, внутри стоит неприятный запах желчи. Наверное это он. Видите, наверное это он. Он или не он. Вот какая еще сложность в работе с Сергеем так скажем. Или как бы сказать в какой-нибудь консультации. Никаких нету обратной связи. Так, что-то ты тут сказал, вот это хорошо написал. Там ни фотографии я не вижу, что выходит. Ничего, потому что еще сделали унитазы такие, чтобы все туда проскакивало. Унитаз должен быть таким, чтобы все лежало и вы видели, с чем вы сходили, чтобы вы интересовались, что у вас на выходе. Нет, поэтому запах, не запах, ну, по крайней мере неприятный запах, это говорит о том, что все идет, отгнивает, все это выходит, то есть процесс запущен, будь здоров. Так, простокваша сил придает значительно больше, чем соки. Значит, больше столовой ложки ее не принимать, потому что вам надо запустить желудочно-кишечный тракт, а он запускается не так, как вы бы хотели, то есть быстро, он еще тут будет запускаться и даже пройдет 2-3 недели, вы подумаете, что все, я уже вышел из голода и что-то такое съедите какую-нибудь там, грубо говоря, мешанину и желудок опа и стал. Вот друзья, все, все, хорошо, а это практически мало кто знает. Так, в среду поставим скисать натуральное молоко, а то покупной одной химии. Ну, а кто, ну, вот кто вам мешает организовать свою жизнь, чтобы она была, ну, по крайней мере, она вас не разрушала. Ну, кто, вот кто должен прийти, какой там дядя, и вам наладить питание, вам наладить то, чтобы вы и кашку ели, чтобы вы жевали, чтобы вы еще там правильно пили до еды, а не после еды. Ну, кто это должен за вас сделать? Сегодня два раза жевал корочку хлеба натертую чесноком. Смотрите, с чесноком и корочкой хлеба. Да, имеется вот этот налет на языке, и вот, значит, как бы сказать, считается, что тактический этот токсический налет белый будет убран вот таким вот образом и обеззаражен, то есть, натерли чесноком корочку хлеба, прожевали и выпнули, слюна побежала, очистилась и так далее. Если вы чуть-чуть больше чеснока потрете, и вам покажется, что это вообще мало, то есть, на обычном пищевом режиме там, это одна доза, а на голодании эта же доза, ее вполне достаточно, чтобы сжечь вашу слизистую чесноком. Поэтому третий буквально чуточку, чуточку, чуточку у кого-то сожжет напрочь, а у кого-то возможно особо и не повлияет. Но я на себе убедился, на меня лично это здорово влияет после голодания. Так, ощущается движение под правыми ребрами тянущие, это пока все. Подробненько, подробненько, Сережа, надо описывать подробненько далее. Сегодня тут третьи сутки выхода. Значит, что? На четвертые сутки можно где-то будет увеличить простоквашу до двух столовых ложек и немножечко, буквально таким одну пятую ложки добавлять туда натурального меда. Получится вкусная такая хорошая питательная смесь, которая способствует и пищеварению и перевариванию. Но ни в коем случае не больше. Далее, еще не было позыва на стул. Как правило, на выходе из голода возникает запор, а именно от голода сухость и холод скапливается в ампуле прямой кишки, кал высыхает и начинаются запоры. Поэтому с четвертого дня вы выструживаете вот такую вот, чтобы вам было ясно, понятно, из сливочного масла. Взяли сливочное масло, разрезали его, и вот такую примерно свечечку вы выстругали. Кладете ее в морозилку, она замерзает и становится твердой. И на ночь вы ее вставляете для чего? В анус. Для того, чтобы она растаяла, обволокла слизистую ампулы толстого кишечника, смягчила ее, и чтобы она работала. То есть убрать сухость из организма. Плюс с четвертого дня, даже можно сегодня вечером уже желательно принимать прогревающие ванны, после чего втирать в тело оливковое масло. Или то, которое у вас есть. Масло должно быть рафинированное. Нерафинированное масло мы применяем в салатах для того, чтобы она содержала больше разного рода минералов, витаминов и так далее, холодного отжима. То есть это полезно для питания. А для того, чтобы тело смазать, надо использовать рафинированное масло. Поняли? Рафинированное. Но если не получится, используйте нерафинированное. Ну, мазаться будете больше, в смысле потом. и это надо будет делать каждый день на голодании. Значит, желательно либо душ применять теплый, прогревающий, что лучше это в ванну, а после втираем в тело оливковое масло или другое рафинированное. Вот такие вот дела ждут ближайшее время. И ждем появления стула и появления аппетита. Как начнет аппетит? Вот что надо делать в ближайшее время. Обязательно прогуливаться, обязательно спокойное состояние, обязательно хорошенько все эти соки и просто квашу жевать. Пока ничего такого обычного в понимании нашей пищи не использовать. Далее вопрос. А грелку на правый бок не надо ставить сейчас, а то есть подозрение, что желчь меня сейчас травит не в кишке, а в кровь идет. Дай правый бок поддавляет в области поясницы. Нет, никаких грелок ничего не надо ставить. Это все идет процесс голодания и все это идет там расшлаковка с печени откуда все идет оттуда. и идет им в кровь, потом в печени все это оседает и выбрасывается в виде той черной жижи, которую вы видите во время клизмения. Да, кстати, можно клизмы ставить. Если стула нету в течение трех дней, значит, на третий день ставите клизму. Опять-таки, стула нету, на третий день ставите клизму. плюс еще я вам сказал вот эту вот штуку, то есть свечку из сливочного масла для того, чтобы она там все смягчала и так далее. Так вот немножечко поговорим о благотворительности. Все люди во все времена поддерживали добрые, хорошие начинания. И если вы чувствуете, что моя работа приносит пользу, проявите свою благотворительность на развитие вот этого дела, которое помогает. Потому что о здоровом образе жизни, настоящем, таком, каким он должен быть, без разного рода пилюлики и прочих, прочих, никто не говорит. Только здесь, на канале. Об этом полноценно, во всем объеме и улыбленно рассказывается. Проявляйте свою благотворительность, щедрость, какую вы можете сделать. С уважением и пожеланием доброго здоровья. Есть особый день в году, наступает темноту, Новым годом он зовется и для всех людей дается. Шелестят конфет отвертки, там мандарин стоит и наряженная елка огоньками нас манит. Веселись, 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 веселись на ров, наступает, наступает Новый, Новый год. Он врачу нам несет, он в танке раздает, разы легко пройдет, это Новый, Новый год. Снова детство к нам вернулось, волшебства мы жадно ждем, и подчек а не покалом ходит счастье в каждый дом. Ай! Веселись, веселись, веселись на ров, наступает, наступает Новый, Новый год. Ай! Он врачу нам несет, он в танке раздает, разы легко ждет, это Новый, Новый год. год. И, веселись, 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 так, и спи, и спи, веселись, 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 веселись,